Всем привет-привет, дорогие мои друзья! С вами Любовь и мой Мирок Орхидей. Скажем так, с привозом азиатских орхидей, чтобы снимать хотя бы их по отдельности, а потом все вместе это сложить и вам показать. Ну вот, хотя бы вот как-то так на данный момент, что вообще у меня происходит, что у меня нового, какие изменения в моей жизни. Забрали мы домой насовсем, вот, сейчас покажу вам нашего красавца. Вон он спит, красотон. Мартюша, вот и мы какие. И вот еще в связи с ним не так много времени у меня сейчас, потому что полностью занято двумя очень важными делами. Воспитанием моего красавца и поступлением азиатских орхидей. Поэтому уж прошу прощения, ну и естественные семейные какие-то дела, нужды. Вот. Ну а сейчас хочу показать вот маленечко вам их поближе. Девочки просили, чтобы когда распустится, показать вот эту вот вам красоту. Это вот Беглипчик. К сожалению, название его я не знаю и он еще не распустил все свои, видите, бутошечки. Поэтому ждать не стало, потому что пока жду, все распустит, что-нибудь опять отцветет. Ну очень красивый. И смотрите, сейчас поверну, у него, если будет видно на камеру, на одном цветочке, видите, вот оно, такой вот синенький, фиолетовая какая-то крапушка. Ну вот очень интересно, конечно, что распустится дальше. Ну вот такой вот красавец, шикарный корневой. Он у меня все лето был на реанимации, у него подгнивала шея. Видите, вот это вот все корешочки он пустил, новенькие, свеженькие. Ну вот это вот, к сожалению, это не ожог от удобрения, это от воды. У нас такая вода не очень хорошая и не всегда успеваю подготовить воду для них, поэтому приходится иногда поливать и из-под крана. Хотя и отстойная вода и все равно вот так получается с корнями. Ну, это не мешает растению цвести и меня радовать. Потом вот такая вот красотулечка в два цветочка распустилась. Да, кстати, не сказала, сидят они у меня полностью в циафлоре и прекрасно себя чувствует. Вот. Тоже такие листочки, цветочки точнее прям кожаные, жесткие. Она на свету, на солнышке прям вся-вся переливается. Но цветочка дала только два. И вот здесь вот, сейчас попробуем посмотреть, где, не вижу через камеру, в общем, она продолжает ростить свой цветонос дальше. Ну, думаю, что она эти отсушит, а другие надует, раскроет, скажем так. И, конечно же, дикий кот. Чудо-дикий кот. Он цветет уже три месяца точно. Ну, цветет как? Первые два цветочка он сбросил буквально, может, неделю, не неделю, а неделю назад, и распустил вот эти два. То есть, те цвели почти три месяца, и теперь вот этот, видите, вот уже недельку назад открылся. Вот этот открывался очень долго, я не знаю, что ему не хватало, он никак не мог открыться. Ну, вот открылся. Очень красивый, я не могу на него нарадоваться. Очень тоже такой плотный, жесткий цветочек. Это азиатская, это со второго, по-моему, так, подождите, сейчас обману. Это с первой Азии, а сейчас у нас уже третья на подходе. Вот 15 марта у нас будет огромный завоз азиатских орхидей. Кстати, кто их любит, пожалуйста, добавляйтесь ко мне в одноклассники, и в излишках еще есть много остатков, вы можете успеть что-то приобрести. Потому что обычно цветочки, если что-то остается, когда они приходят и получается, что они в наличии, то есть они очень-очень быстро расходятся. Так, потом вот такая вот моя красавица. Что-то у меня сегодня зависает камера, или мне так кажется. Смотрите, как мы распустились. Два Magic Art и каменная роза. И у нее получается на одном цветоносе три бутончика будет каменная роза и три бутончика Magic Art. Кстати, цветочки тоже у Magic вот такие вот плотные. Вообще. Ну, красавица, ничего не скажу. Долго я ждала ее цветения. Летом я ее себе приобрела, так же, как девочки. Ну, в общем, было у меня поступление, и я себе, конечно же, оставила одну такую красотку. У девочек уже давно у некоторых процвели, и пышненько. У меня вот только-только. Цветок у каменной розы. Необыкновенные, девчонки. Ну, мне почему-то кажется, что он еще откроется. Вообще, он бабочка был. Был. Не понимаю, что у меня сегодня с камерой. Вот. Ну, вот такой вот он. Смотрите, этот по размеру, наверное, может, 5-6 сантиметров. А Magic очень крупный. Он 10-12, наверное, сантиметров. Вот такая разница, да? Интересно. И вот еще бутушки. И потом цветет у меня вот эта красотка. Цветет она уже вообще у меня, господи, не соврать бы, наверное, с сентября месяца. Вот остался один цветочек. И вот она продолжает, видите, опять разбудила почку. И вот-вот-вот уже откроются опять цветочки. У нее отвертвлений было много, и она их уже отсушила. Цветочки отсохли. Я их просто отрезала. И вот здесь, не знаю, будет что-то, продолжения не будет. Ну, думаю, наверное, отрежу, чтобы она не мешала вот этой веточке так же цвести. И она здесь продолжает ростить. Красавица. Такая тоже есть в азиатских у меня на свободной. Ну, в излишках не на свободной, а в излишке. И что у нас еще есть цветущих-то? Вот такой вот дендробиум красотун. Распустился на один цветочек, но он распустился, когда ему было, ну вот, сейчас... В общем, года не было, 7-6 месяцев. Вот такой вот мы вырастили рост. Вот он. И вот с этого роста он зацвел. Он очень быстро его вырастил. Вот его две старые бульбочки. Вот эти. И вот это вот, которое сейчас цветет, так быстро выросло. Конечно, это мое удивление. Цветочков было больше, но в итоге он их все отсушил и распустил только один. Ну, я этому рада. Я от него вообще ничего не ждала, потому что он совсем еще крошечка для цветения. Вот. И, и, и сейчас я уберу цветочки и покажу вам мою ароматную красавицу. Вон она там. Ой, не показала вот такую-то красоточку вам. Она тоже, кстати, цветет очень-очень долго. Я не знаю ее название. Она вся блестит, переливается. Ну, такая плотная. Ну, очень красивая. И вообще, всегда говорю, не в названии у меня дело. Я люблю их и без названия. И с названиями стараюсь не заморачиваться. Не забивать себе голову. Уж если очень интересно. Видите, как переливается. Можно поискать в интернете похожую. И подобрать ей название. Ну, конечно же, она у нее была, но у меня вечно все с места на место переставляется. И всегда названия куда-то теряются. Надо придумывать что-то другое. И сейчас пока уберу вот эти вот красотки маленько. Хотела еще показать вот вам корневую. Какая корневая в циафлоре. Вот эта орхидейка сидит больше года в циафлоре. Ну, зелень. От нее никуда не денешься. Вот такая вот. Ой, сейчас что-нибудь сломаю. Шикарная корневая. Мне очень нравится. Ну, конечно, не все орхидеи так замечательно воспринимают циафлору. И вот так растят орхидейки. Вот, например, вот эта. Вот эта красавица. Тоже сидит так же больше года в циафлоре. Сейчас я ее вытащу отсюда. У нее чуть-чуть поменьше. Ну, тоже замечательные корни. Вот уже сверху начали растущие. Видите? Они как-то вот все в одну сторону. Она как стоит вот так вот у меня к окну. И вот они больше все к окну тянутся. Сейчас я уберу их на свое место. И покажу вам вон ту красавицу, которая вдалеке. И вот она, девочки, эта красавица, которую я пересадила 28-го, 10-го, 18-го. Вот с таким вот цветоносиком одним она была. Вот, думаю, видно цветоносик. И она его, естественно, остановила. Вот такие у нас красавишные листики. Обожаю ее. Вы не представляете, как она пахнет. К вечеру уже, конечно, поменьше пахнет. Но утром у меня, ну, так нормально, комната от нее, где она стоит, находится. И только утром открываю комнату, и запах ее идет. Ой, что-то у нас там в серединке. Лезет листочек вон на нее еще. Умница. Вот просто умница. Зовут ее, сейчас я вам покажу. Зовут ее вот так. Что это не хочет? Так, сейчас как-нибудь. Может, вот так захочет. Вот, вроде. Прям не фокусируется. Камера на ночь. Забыла, как надо снимать камеру. Вот такое название. Ну, естественно, у нее смокот тоже лежит, как у всех. Тоже в циафлоре сидит. Не буду внимать, не хочу ее тревожить. Потому что мне очень дорого ее цветение. Все прекрасно. Вон, с корнюшками. Они там растут. Вон они. Я даже не лазила сюда. Ой, какая красота-то, боже мой. Обожаю, обожаю, когда лезут новые. Растут корнюшки. Это... О, сфокусировалась камера. Надо же. На мою радость. Это прям вот радость для архамана. Ой. Вот они, красавицы. Вот они. Вот они, какие лопатусики. Растут. Ну, вот. В общем, и вот такой вот гроздью она меня наградила. Я уж не знала, как ее тут подцепить. Цветочки по размеру, наверное, 6-7 сантиметров. Такие. Но она чудесная. Она чудесная. Я не знаю, конечно, как передает камера на самом деле. Я вот смотрю, вроде как показывает ее цвет. Она больше розовая, чем белая. И как же мне вам ее показать, чтобы камера передала ее красоту. И вот эта вот ее губа. Вообще. Она чудесная, девочки. Она просто чудесная. И она так приятно пахнет. Прям ее аромат вот просто пленит. Не могу передать вам своего восхищения, естественно, этого запаха. Но могу показать вам ее вот так. Вот. Вот такая вот красавица. Мне очень хотелось вот запечатлеть эту красоту. И потом любоваться, пересматривая видео. Вот такая вот красавица. Сейчас я уберу ее на место и маленько покажу вообще, что происходит у меня. Что хорошего, что плохого с цветочками. Давайте. Так, убрала красавицу и залезла вот сюда маленько общим планом показать. Сейчас я по чуть-чуть их вытащу и покажу. Скажу сразу. Те цветочки, которые я сажала в пеностекло, у меня никто не выжил. Ну, это из-за моих условий. Я не говорю, что оно плохое. Оно нормальное. У многих на канале я вижу, как ростят в пеностекле и все замечательно. К моим условиям, видать, пеностекло не подходит. У меня очень жарко дома. То есть, а пеностекло впитывает в себя воду много. Но очень быстро ее отдает. И мне это не подходит тоже. Ну, опять же, я нашла из пеностеклом подход в своей квартире. И сейчас давайте я вам покажу. Наверное. А потом расскажу, что я тут пробую. И уже неплохие результаты у меня. О новых моих посадках, экспериментах. Увидела у себя на страничке в Одноклассниках. Ой, не помню, как же забыла. В общем, девочка ростит в орхидеях, по-моему, Наталья. Если я ошибаюсь, ради бога, пусть она меня простит. У нее написано Наталья и орхидея, по-моему. И орхидея ее страничка называется. Ну, вот, видите, вот так вот я... Сейчас, подождите, сейчас я ее вытащу и покажу вам поближе. Вот так вот я посадила свою орхидею. После тех орхидей, которые я посадила в чистое пеностекло. И они у меня через две недели показали хороший результат. Мне тогда понравилось. И еще через две недели они очень-очень быстро начали гноить корни в чистом пеностекле. Но это в моих условиях, я еще раз повторяюсь. И это у меня был эксперимент. Я понимаю, что я тогда очень много цветов пожертвовала на этот эксперимент. Но, к сожалению, с одной орхидейкой я бы не смогла понять и сделать для себя какие-то выводы. Ну, не получилось. Ну, что ж теперь. На ошибках учатся. И кто-то же должен был это сделать для того, чтобы другие не допускали, наверное, таких ошибок. Во-первых, у меня не было воды. Они у меня стояли в пеностекле тогда и без воды. Это была первая моя ошибка, которую я совершила в своей квартире. Опять же, это я сделала вывод для себя. Вот эту орхидейку я пересадила сюда и говорю, ну, была не была, попробую с циафлора вперемешку. Попробую не набивать плотно грунт. И, видите, сделала, пожертвовала хорошим горшком, сделала добавочные дырочки для вентиляции. Мне показалось, что было маловато вентиляции. Из-за этого так произошло. То есть, на мой взгляд, для закрытой системы этот грунт не подходит. Это, опять же, на мой взгляд, и в моей квартире. И я пересадила через месяц после того, как те орхидейки у меня погибли. Вот эту орхидейку. Была, не была. И вот, пожалуйста, результат. Я была права. Для своей квартиры я нашла способ выращивания орхидей в пеностекле. Но с добавлением чего-либо. То есть, можно добавить кору, можно добавить циафлору, либо серамис, у кого что есть. Ну, вот, мне понравилось, опять же, с циафлорой. Во-первых, я вижу, когда циафлора сухая, значит, уже пора поливать. Значит, уже точно в горшке сухо. И вот такие у нас корнюшки здесь растут замечательные. Вот она растет здесь у меня два месяца. И, в общем, корнюшки тронулись в рост. Есть, вот где-то здесь видела только что, где-то вот, вот плохой корешок. Не трогаю пока, пусть сидит. Ничего трогать не буду. А не буду трогать, может, помните, я писала у себя на страничке, кто вот, с кем общаемся, да, что у меня еще одна моя подопытная орхидейка, как не грустно об этом говорить, но это так, выдала цветонос. И, оказывается, она выдала не цветонос, а детку. Я говорю, ну все, тогда точно, раз выдала детку, собралась помирать. А нет, она цветет, точнее растет. Вот, тургор не потеряла, и все ее устраивает. И вот, пожалуйста, у нас от шеи полезли корни. И вот она, вторая детка. Ей просто захотелось размножиться, я так уже теперь понимаю это. И вот у нас у детки уже полезли корешочки. То есть, настолько хватает этой орхидейки влаги, настолько ей здесь комфортно, что даже ее детки растят корни. И смотрите, как интересно. Вот, сейчас попробую показать. Вот корень мамки. А вон там, вон она, корень детки. И вот такая вот у меня тут красота. В общем, нашла подход, но опять же со флорой. И можно даже чуть-чуть поменьше. А флоры добавлять, здесь у меня 50 на 50. Можно добавлять, например, циафлора часть, часть пеностекла, часть коры. Ну, в коре у меня тоже не очень растут орхидеи, поэтому я даже пробовать не буду. У кого растут, пожалуйста, сажайте, и будет все замечательно. Вот такая вот красавица. Это мы получили отжог от лампы. Листик настолько вот поднялся кверху, я не заметила. И вот там до лампочки вот она дотронулась. И долго, видать, я не обращала внимания, листик вот так вот погорел. Ну, сейчас уберу ее на место и продолжим дальше. Покажу вам, что и как у меня происходит дальше. Ну, вот, девочки, убрала все цветочки, все убрала. И вот хочу показать, что же я тут выдумывала опять для себя головную боль. Ну, а вдруг получится. Вот увидела у девочки, у себя на страничке. И тоже хочу так сделать. Вот так вот у меня здесь стоит водичка. Естественно, здесь ничего не мытое, потому что совершенно не хочу тормошить. Стоит и стоит. Поставила те орхидеи, которые у меня год стоят без движения. Что-то тут творят с корнями, то портят, то гноят, то растят, то шейки гниют. И, в общем, вот попробовала. И вот, пожалуйста, стоят месяц. Уже лишние корни все плохие, что в воде испортили. То есть находятся старые корни постоянно в воде. Из воды не вынимаю вообще. Естественно, шеи вода не касается. Здесь была длинная шея, вот все отрезала. И вот, пожалуйста, я думаю, видно. Вот лезет новый корешочек. Месяц мы стоим вот так в воде. Конечно, уже здесь водички мало. Чуть позже добавлю. Потом, также у меня вот стоят в воде вандочки, которые я успешно испортила в пеностекле. Ну, ванда вообще не приспособлена, я считаю, ни к какому грунту. И нечего над ними никогда экспериментировать. Но интернет хорошая штука. Наслушалась и посадила. Ну, вот видите, вот так вот в пеностекле они испортили корни. И вот такие уже корни у нас растут над водой. Нижний листик он там сушит. Но я их не трогаю, сейчас переверну. Вот один корешочек, я думаю, вам видно. Мне не очень удобно одной рукой снимать, одной вам показывать. Вот у другой пандочки корешочек лезет. И вон там, у третьей тоже лезет корешочек. Тоже вот таким вот макаром. Это мне вот такую штучку девочка подарила. Где-то в Алиэкспресс, что ли, заказывала. И вот приходила, ну, зачем-то, может, за удобрениями приобрести. Не помню, зачем. И вот подарила мне вот такую штучку. Мне прям очень она понравилась. Ну, ее можно придумать самим. Но это удобно чем, что вот так вот раз ее поставил на стаканчик. И тоже постоянно эти старые корни, видите, я их не отрезаю. Они постоянно в воде. И вот так вот она тут у меня тоже стоит. Так. Потом вот эта вот красотка тоже у меня. Видите, два листочка. Естественно, нижние я уже все оборвала, потому что она их отсушила. И вот этот листочек, корешочек, говорю, мы вырастили вот за этот месяц, что стоим в воде. Здесь вон у нее, видите, какая длинная старая шея, столько было листов. Она все гноила, все портила. То есть, никак не хотела ни в чем расти. И вот у нас, видите, раскуплился корешок. Растет. Естественно, все эти плохие корни я потом удалю. И шею удалю, часть шеи. Когда вот эти, сейчас я попробую вам показать. Вот видите, растут корешочки от шеи выше вот этой всей бяки. Вот как эти корешочки сейчас. Где тут у нас чего тут? Вот они. Растут корнюшки от шейки. И вот как они дотянутся до водички. Конечно, вот эту вот всю гадость я отрежу и поставлю их в красивые какие-то вазочки. В общем, пока мне нравится. Не буду никого обнадеживать, но растут у людей. И думаю, что у меня будут расти. Вот орхидейка. Вообще тут вот у нее, видите, темное все внизу, но сухое. И вот уже полезли тоже, вот видно, выше этой всякой бяки корни. Вот у нас три листочка. Предпоследний листик, вон он весь без тургора. Ну, надеюсь, что когда корнюшки уже хорошие коснутся воды, и все восстановится и пойдет в рост. Поэтому вот как-то так. И тоже всегда в воде. Так. Ну, вот у этой пока из изменений только листик за месяц вырос. Ну, тоже неплохо. И у нее было много-много корней. Вот я их прямо на днях отрезала. Они испортились. Подсушила сутки все эти срезы. И вот опять залила водой. Видите, вот так они у меня стоят в воде. Он мне мое сокровище-то. Мартюша, что делаешь? Что делаешь? Что ты там нашел? Я с цветами шешусь на окне, что-нибудь падает. Он пылесосит. Внюхивает. Что же там такое интересное упало? Эй! Красотон! Мартюша! Покажись! Мартюша! Ну, Мартюша! Ух ты, батюшки! Подняли! Подняли! Да, Мартюша! Подняли! Да что ты там? Нельзя! Нельзя туда! Нельзя туда! Ладно, отвлеклась на своего красавца. Не могу. Мы с ним тут воспитанием занимаемся. Но без этого никак. Ну, в общем, вот тоже растет листик. И для меня это хороший прям вот результат. Поставлю пока сюда. Пусть тут постоит чуть-чуть. Иди вот сюда. Вот. И вот последнее. Прям больше всех меня радует. Тоже сидела. Не туды и не сюды. Тургор ни одна из них не потеряла. Вот единственное. Вот надо маленечко отлить воды. Все корни уже плохие срезала. Вот оставила чуть-чуть виламен. И вот корешок раскуклился. Пошел в рост. И вот эти вот корни от шеи. Она вырастила вот за этот месяц. И смотрите, какой пучок. Плохо фокусируется. Растет. Вот растет корешок. Вот пимпочка. Вот. Ну и вот по кругу прям вот сейчас покажу. Не уронить бы их. Вот они прям вот их. Вот сбоку. Вот так вот лучше будет видно. Вот они. Растут все корешочки. Ну, в общем, пока результат мне нравится. Так надо приподнять. Мне не нравится то, что там не доглядела. Шея касается воды. Вот. Ну, сейчас исправлю это положение. А нет, уже не касается. Ну, значит, касалось. Поэтому прям там потемнело. И если помните, как-то я снимала реанимашки, которые были перевернуты, то есть листиками были в воду. И вот одна наконец-то дала мне корень. Сейчас я вам... Вот видите, он такой весь. Ну, все. Теперь ничего не будет фокусироваться. Сейчас попробую поймать все это дело и вам показать. Вот досюдово он вырос. В перевернутом виде листиками в воду. И остановился. И вот этот, вот эту вот часть мы не хочем. Мы уже вырастили. Вот поставила ее просто на мох. И мох снизу чуть-чуть увлажняет. И вот этот вот второй корешочек. Ну, что сегодня? Вот этот второй не хочет. Вот так. Он уже вырос во мху. Здесь все отрезано. И это у меня их было, наверное, штуки 3-4 перевернутые в воду. И вот результат только у одной. И вот так вот. Теперь она у меня стоит во мху. Мох влажный. И пока мы наращиваем тут корнюшки. Вот. Ну, я вам скажу так. Мне не понравилось. Очень долго. По крайней мере у меня очень долго. Я даже не знаю сколько. Больше чем полгода она стояла листьями вниз. Ни туда, ни сюда. В воде. Воду периодически меняла. И вот только спустя полгода у нас какие-то есть прогрессы. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, теперь чуть-чуть хочу показать, что у меня тут на цветоносах. А, да. Вот палочку я вам не показала. Вот переставила орхидейки они тут. Вот. На палочке у меня, как помните, было 3. Вот эта вот большая, которая была, замечательно себя чувствует. Все у нее прекрасно. Но цветонос, вот он. Как он был, так она его и остановила. Корнюшка как была в фазе роста, так и осталась. Ну, то есть растет. Этой орхидейке нравится. Сказка погибла. Ну, она сюда села после пеностекла. Уже была не в очень хорошем состоянии. Я зря это сделала, что ее сюда посадила. Ей нужна была другая реанимация. А я вот. Ну, на ошибках учится. Я расстроилась, конечно, расстроилась. Но ничего страшного. Найдем применение этой палки. Другие посадим орхидейки. И вот еще одна. Там тоже ни жива, ни мертвая. Посмотрим. Два листочка у нее осталось. Корней у нее не было. Если кто смотрел мое видео, тот помнит. Ну, и вот так вот тут они у меня стоят. Мои красотки. Здесь у меня тоже ванночки после пеностекла. Сейчас стоят постоянно в воде. И тоже начали наращивать корни. Кстати, просто в воде и как бы вот проветривается воздух. Им очень нравится. И они растут. Так. Это моя шерилианка. Там уже большенькие ванночки. Они у меня тоже стоят всегда в воде. И в этой воде слабенький раствор Максима. Прям слабенький раствор Максим. Для того, чтобы вода не затухала. Вот там у меня наверху бабочка. Маленькая, желтенькая. Не знаю ее название. Но она вон там вся-вся в корнюшках. Не знаю, может и есть цветонос. Но туда залазю очень редко. Все в циафлоре. Все шикарно. За окна прошу прощения. Как чуть-чуть опрыскаю. Окна все в капельках. Прям беда какая-то. Уже сто раз зарекалась, что не буду тут увлажнять этим опрыскиванием. Попадаю на окна. И они потом стоят безобразные. Но уж пока не буду трогать. Все пока растет. Совсем тепла еще нет. Мыть окна рано. Пусть пока так все будет. И вот тут у меня красотулечка вот такая ростит. Цветонос. Тоже название не знаю. Но растет активно. Думаю, уже скоро-скоро мы увидим ее цветение. Потом мини-марк. Ростит у меня. Вот сейчас я уберу. Видите? Новые цветоносики. На детке растут цветоносики. У меня мамка с деткой сидят вместе. Красавчики. Потом черная морковка вырастила за зиму. Вот такую детку. Там тоже мои красотульки стоят нормально. Вот эта морковка. Вот она стоит у меня. Спит. Не помню ее название. Так, здесь у меня чудо моя леодорка. Этот язык напоминает мне коровий язык. Ой, язык. Вот что было в голове, то и сказала. Этот лист напоминает мне коровий язык. Потому что он такой, смотрите, по сравнению с моей рукой. Он длинный-длинный. Он большой-большой. Он как язык у коровы. И вот эти вот листики такие маленькие. Вот растет у нас еще листик. Там активно растут корешочки. Ну, как бы все в порядке. Ну, и здесь цветочки тоже стоят друг на дружке. Кто-то цветет. А, кстати, еще ангел у меня. Вот он и тут цветоносик выпустила. Наконец-то. Всю зиму стояла. Что-то думала. Ростила корешочки. Сидит тоже в циафлоре. Низ ничего не трогаю, не мою. Как бы создали они тут свою. Эту флору. И пускай она так будет. Ничем не пахнет. Ни тухлым, ни задохлым. И как бы все в порядке. Ну, там мой беглипчик. После реанимации все в порядке. У него тоже растет новый листик. Не знаю, видно вам, нет. Мне не хочется залазить на стул. Вот. Ну, как бы все растет. И благоухает. Ну, дорогие мои. Думаю на этом закончить свой обзорчик. И добавляйтесь, друзья. У нас уже очень-очень скоро будет поступление огромной азиатских орхидей. Вот так вот растут мои красотки. Не буду показывать еще другие орхидейки. Все с ними тоже прекрасно. Растут. Очень много там тоже на цветоносах. Просто уже очень длинное получается видео. Ну, и до следующего видео. Буквально через недельку, через полторы уже выйдет видео о привозе азиатских орхидей. Всем пока-пока. До новых встреч. Добавляйтесь ко мне в друзья в Одноклассники. Ссылочка будет под этим видео. Пока-пока. Ссылочка будет под этим видео. Ссылочка будет под этим видео.